Погрузиться в атмосферу волонтёрской деятельности смогли участники Совета общественных и религиозных объединений при главе города. Заседание прошло в необычном формате в стенах благотворительного фонда «Дорогами добра» с Ямала, а не в администрации города. Это выездная, так скажем, наша практика, первое такое наше заседание. Поэтому надеюсь, что оно станет традицией, и мы будем именно собираться на таких выездных наших совещаниях, на площадках, которые будут погружать нас в эту атмосферу. Атмосфера располагала и к общению, и к работе. Всего на повестке заседания три вопроса. Первый – презентация новой некоммерческой организации «Про молодёжь». Наша организация довольно-таки ещё очень юная. Мы откидывали с февраля этого года, но выполнили уже и от мероприятий, и проектов на территории нашего города. В микрорайоне Порпе мы проводили фестиваль семьи, День семьи. 29 июля мы проводили молодёжный квартал, также микрорайоне Порпе. И в городе мы проводили «Душа севера». Можно чуть-чуть перевеснуть. Ну ладно. «Душа севера» – это праздничная программа, посвящённая Дню КМНС. Сегодня перед некоммерческими организациями стоит важная задача – помогать людям. Руководители успешно выполняют поставленные цели и добиваются успеха в своей отрасли. Задача местных органов власти – по мере сил и возможностей поддерживать инициативу НКО и развивать эту социально значимую деятельность на территории города. С вами у нас налажен, слава богу, конструктивный диалог, конструктивные взаимоотношения. Всегда мы в прямом эфире. На слайде видно, как развивались наши отношения с вами. Вы подавали нам свои социально значимые проекты, мы их рассматривали на комиссии и их финансировали. То есть динамика у нас в целом хорошая, в зависимости от некоторых объективных факторов. Когда-то меньше участвовало НКО, как вы видите, не меньше восьми. Ну а проектов всегда было, скажем так, достаточно. Самое главное, что эти проекты удовлетворяли потребности нашего населения. Только в этом году 13 проектов, 12 некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса и получили субсидии из городского бюджета. Еще четыре стали обладателями грантов губернатора. Также ежегодно НКО участвует и в конкурсах президентских грантов. Победить среди огромного количества проектов со всех уголков России намного сложнее. Но две губкинские общественные организации «Ветеран» и «Дорогами добра» с Ямала становились обладателями гранта. И как раз третий вопрос повестки – знакомство с деятельностью фонда, в стенах которого и прошла встреча. Для участников провели экскурсию, а еще мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. Будут они переданы в ближайшее время нашим защитникам. Я уверен, что они там востребованы, потому что у них у всех есть хорошие, так скажем, возможности для проживания. Отсутствует электроснабжение в большей части, так скажем, объектов, где наши ребята находятся. И данные свечи обязательно пригодятся. Еще на этих свечах мы написали свои пожелания. Процесс изготовления свечей хоть и технологический прост, но достаточно трудоемок. Сначала необходимо нарезать картон, скрутить его и плотно упаковать в жестяные банки. Затем медленно залить расплавленный парафинный воск. Картон обязательно должен хорошо пропитаться. И свеча готова. Понравилось тем, что мы вместе объединились, вместе что-то сделали для наших ребят, которые сейчас защищают нас с вами. И дай бог, чтобы у нас было взаимопонимание, единение, и чтобы мы дальше вместе работали над нашей общей победой. Такое общение, оно, конечно, приводит к тому, что в нашем обществе, опять-таки, мы видим, что насколько живо начинается вот это общение. А когда есть общение, тогда и делаются вот эти добрые дела. А добрые дела, как мы знаем, это, конечно же, путь к спасению и путь к сильному нашему государству. Свечи сделаны и ждут отправки. Важные вопросы повестки решены. Заседание можно считать закрытым. Следующее состоится в новом году. Елена Канина, Олег Раткевич, Новости Губкинского.